Приморский районный суд огласил приговор Игорю Саликову. Авторитетного бизнесмена обвинили по двум статьям. Неправомерный доступ к компьютерной информации и по неприличной статье организация насильственных действий сексуального характера в отношении мужчины. Для справки, Игорь Саликов именно тот авторитетный бизнесмен, в доме которого офицер ФСБ Илья Кирсанов проводил обыск. По делу о выводе из России миллиардов рублей. Но вышло, что старший лейтенант Кирсанов оказался в местах лишения свободы. Воткнул бизнесмену Саликову карабин в неприличное место. Игорь Саликов, бизнесмен, известен в Петербурге с лихих 90-х. Статья «Неправомерный доступ к компьютерной информации» за женой следил три года. Помогал ему технически подкованный Клементий Цай, освобожден по амнистии. Кроме шпиона мании, Саликова признали виновным в организации сексуального насилия. Жертва – молодой юрист. Его бизнесмен уважаемого возраста счел любовником своей жены. Любых мужчин, которые появлялись на моем пути, они все были уничтожены или обезврежены каким-то образом. Вот данному товарищу не повезло больше всех. Но это не единственная его история с мужчинами, которые появлялись в моей жизни на самом деле. Керимов же выжил? Керимов выжил, но на него также было нападение, всяческие клеветнические статьи. Вообще у Саликова совершенно мания. Юнтус Керимов – новый супруг Зои Кожевниковой, но о нем позже. Предполагаемого любовника, молодого юриста, заманила в квартиру, где было совершено насилие, Ирина Кузнецова. Суд дал ей три года условно. Обвиняемый в насилии Игорь Плотников по кличке Носорок еще ждет приговора. Реальный срок пока только у Саликова. Это была именно банальная ремность, а также его маниакальная одержимость моей подзащитной. Данное наказание является слишком мягким, безусловно, мы будем его обжаловать. История Игоря Саликова стала достоянием общественности после интервью о полученном от офицера ФСБ ранений. Лейтенант Илья Кирсанов во время обыска якобы воткнул карабин бизнесмену в неприличное место. Контрразведчика отправили на четыре года в лагеря по статье «Превышение должностных полномочий». Перед приговором Илья Кирсанов дал интервью нашему телеканалу. Оказалось, обыски в доме Саликова проводили по делу о выводе миллиардов рублей за границу. В 2017 году был связан с делом по выводу денежных средств за рубеж. Соответственно, у него было порядка 100 миллиардов рублей всего. У него искали определенные документы, которые, естественно, нашли. Также нашли оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. В 2017-м старший лейтенант отдела ФСБ Петроградского района Илья Кирсанов как раз занимался делом о выводе баснословных капиталов компании «Ренессанс Констракшн». Среди учредителей бизнесмена из Турции в портфолио компании десятки знаковых объектов от башни федерации комплекса «Москва-Сити» до «Лахта-Центра». Новый возлюбленный бывшей жены Саликова бизнесмен Гюндус Куримов тогда же фигурировал в деле по обналичиванию средств. Саликов мог бы провести три года и один месяц в колонии общего режима, но не успеет. Большую часть срока он уже отбыл в следственном изоляторе «Кресты». Предполагают, что авторитетный бизнесмен вернется домой до конца года. Елена Болдышева, степень защиты.